...представлениях, при своих старых идеалах, и между народом и дворянами пролегла глубокая грань. Я уже вам говорил, что была и внешняя разница. Дворин был бритый, в парике, народ был с бородой. Позже французская писательница Мадам де Сталь, противница Наполеона, которая, спасаясь от его деспотизма, приехала в Россию в 12-м году, сказала, что народ, который при Петре отстоял свою бороду, при Наполеоне отстоит свою голову. Но мы сейчас будем говорить не о крестьянине, хотя все общественное здание держалось на его плечах. И не думайте, что это был другой мир. Христианские дети играли вместе с помещичьими, детьми. Жизнь очень соприкасалась близко. Но мы сейчас будем говорить о той образованной части общества, из которой вышли знаменитые писатели, и которая в общем 18-м, в начале 19-го века, до поколения Белинского, составляла интеллектуальную, европеизированную среду. Петровская реформа внесла в русскую жизнь совершенно новые черты. Прежде всего, понятие службы, которая всегда существовала в России, дворянин всегда служил. Этим он в значительной мере отличался от западного дворянина, который имел поместье, имел свою феодальную собственность и мог жить в столице при дворе и пользоваться милостями короля, а мог жить в деревне, в своем замке и быть относительно независимым. В России дворянин служил. Но после Петра служба приобрела особые черты. Появилось такое понятие, которое ни на один европейский язык точно не переводится. Хотя сам Петр думал, что он как раз сделал Россию похожей на Европу. Это понятие чина. Чин очень специфическая вещь. А между тем, еще Пушкин говорил, что европейцы, которые не понимают, что такое чин, совершенно не понимают русской жизни. Нельзя понять Гоголя. Не понимая, почему так важно, что чиновник, у которого ушел нос, майор. Почему Поприщин имеет один чин, а Акадий Акадьевич совсем другой. Что здесь меняется? При Петре все служащие, все виды государственной службы были разбиты на 14 степеней. Эти степени делились по военной службе, которая, в свою очередь, подразделялась на гвардию и армию. Ну, еще, конечно, на флот и сухопутную. Статская служба, еще была придворная, о которой можно не говорить сейчас. Каждый человек должен был иметь определенный чин. Он мог быть статским советником, действительным статским советником, коллежским асессором, майором, штабс-капитаном. И что бы он ни делал, этот чин шел перед ним. Если он ехал по дороге, у него в подорожной было написано, какого он чина. И те, кто меньше чином, уступали ему лошадей. Если он входил в зал, это еще по Петровским законам, те, кто были меньше чином, должны были уступать ему место. И жены, и дочери тоже были чиновными. И после Петра даже было специальные указы о том, какие, чьи жены могут носить золотые кружева, а чьи серебряные. И какой ширины. Полковница носит одну одежду. А, скажем, генеральша другую. Это вводило в общество совершенно особый дух, особый стиль чина почитания. И дух чинов пронизывал после Петровскую и 18-го. И, по сути дела, до 20-го века. Русскую жизнь насквозь. Ну, хотя бы строго было установлено, кого как называть. Если вы обращались к императору, то вам надо было на конверте писать его императорскому величеству, государю-императору. А в обращении писать, а в густейший монарх или ваше императорское величество. Первые два класса чиновников назывались высокопревосходительство. Третий, четвертый – превосходительство. Потом еще был пятый, который почти всегда был пустой, потому что там был только чин бригадира, который упразднили в 18-м веке. Это было высокородие. А потом шло высокоблагородие, благородие, и спутать было нельзя. А кроме того, еще были некоторые исключения. Скажем, ректор университета при любом чине был превосходительством этого уважения. Точно так же, как высшее образование давало право носить шпагу, быть дворянин. Даже священники, даже епископы как бы делились по чинам. Например, архиепископу и митрополиту надо было обращаться к преосвященной владыке. А к епископу – ваше преосвященство, к преосвященной владыке и так далее. Однако чины создавали служебную лестницу, но не испытывали, не исчерпывали разнообразие жизни. Очень скоро сложилась другая иерархия – иерархия орденов. Ордена в России были довольно неупорядочены системой. Конечно, твердо различались они их по степеням, что выше, что ниже. Было точно указано, как их надо носить, в каких случаях, когда снимаются, когда одеваются. Высшим орденом был Андрей Первозванный, еще Петром учрежденный орден. Ордена не совсем походили на наши ордена. Они, во-первых, предполагалось, что составляют не предметы, которые вешаются на грудь, а группы людей, как бы рыцарские корпорации. При этом каждый орден, особенно в высшей степени, состоял из нескольких частей. Во-первых, орденская мантия. Вот здесь у Куракина, мы видим, лежит рядом с ним орденская мантия Мальтийского ордена. Павел Первый взял под покровительство Мальтийский орден, остров Мальту, объявил себя гроссмейстером Мальтийского ордена, что, конечно, было чудовищно невозможно. Потому что кавалеры Мальтийского ордена давали клятву безбрачия, а Павел уже был второй раз женат. Кроме того, Мальтийский орден был католический, а Павел был православный. Но Павел считал, что он все может. Он даже литургию служил однажды. Он предполагал, что все, что может Бог, то может и русский император.